Только подумайте о том, что символизирует история Каина и Авеля. Во втором поколении существования человечества происходит убийство. Убийство братья, получается, между братьями. Что это символизирует? Насколько низко человек упал и насколько это быстро произошло. Это понятно? Катастрофично это. Затем несколько поколений от Каина и до Ламеха. Ламех убивает кого-то. И хвастается он об этом. Каин убил кого-то и он 7 раз его можно судить. Но меня можно 7 раз 7. И что это символизирует? Каин, по крайней мере, чувствовал хоть какую-то вину об этом немногом. Теперь происходит убийство. Он не только не чувствует никакой вины, но это придает ему чувство могущества. И он хочет, чтобы каждый знал об этом. И познал Адам еще жену и родила она Сифа. Бог положил мне другое семя вместо Авеля. Затем Сиф родил сына Енос. Тогда начали призывать имя Господа. 3 стих 5 главы. Адам родил сына по подобию своему, по образу своему. Это ключевая фраза. Адам был создан по образу Бога. Но там не сказано, что когда Адам родился сын, что тот сын рожден был по образу Бога. Но он был рожден по образу Адама. Адам был другим. Адам был другим внутри. Поэтому, когда он родил сына, то у этого сына была природа, образ Бога. Но не первоначальное совершенство. И поэтому мы читаем в Новом Завете, что человек все еще создан по образу Бога. Но также по образу падшего Адама. В 5 главе говорится о временах Ноя. Перечисляется период жизни людей. И когда люди жили так долго, когда у них было много дочерей и сыновей. И поэтому население умножалось очень стремительно. Я бы хотел перейти к Еноху. Двадцать третий стих. Двадцать первый стих. Он жил 65 лет. Ходил с Богом. И его не стало, потому что Бог был с ним. Бог взял его. Это картина того, как Бог забирает Свой народ. Из самого жара, его гнева. И что это символизирует? Он родился, Он родился сыновей и дочерей, и он умер. У всех остальных. Они родились сыновей и дочерей, потом умерли. Мы видим Эноха. Он живет 365 лет. Он жил 365 лет. И внезапно, в один момент он здесь, и в следующий момент он нет. Его нет. Это удивительно. Это похоже на иллюстрацию восхищения. В один момент мы здесь. В следующий момент мы будем вверху. Все изменилось в мгновение ока. Не успев гнув глазом. Затем мы переходим к Ною. Ноах означает утешение. Он получил такое имя, потому что ему дал его отец такое имя. Шестая глава, первая и вторая стихи. что сыны Божьи брали в жены дочерей человеческих. Не знаю, знаете ли вы об этом. Пару теорий по этому поводу. Первая теория то, что сыны Божьи это падшие ангелы. Другая идея. Которая представлена Божья линия. Божьи люди, которые смешиваются с теми, которые не знают Бога. Я думаю, что это второе. Но представьте, что происходит. Если существует определенный Божий народ на земле. Тогда существует группа людей. Вы видите эту группу людей. Можете увидеть, каковы Божьи пути. Вы можете увидеть, каковы требования Бога. Каковы стандарты Бога на самом деле. Вы имеете то, с чем можете сравнивать. Зло с чем можно сравнивать. Но что происходит, когда Божье и не Божье смешаются? Не будет больше Божьих людей. Итак, что мы читаем в 5 стих 6 главы. Это результат. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. И что каждое помышление. И все мысли сердца их. Было только зло. Всякое время. Постоянно. Это понятно? Не надо быть достаточно твердолобым, чтобы увидеть, что Бог пытается донести. В Америке у нас есть пословица «тупой, как пенек». Что человек стал настолько плохим, насколько это только возможно. И давайте спустимся к 11 стиху. Земля растлилась и наполнилась злодеяниями. Представьте себе, как жить в обществе, в котором нет никаких правил. Нет никакого закона. Только закон джунглей. Где сильный берет то, что он хочет. Вы можете совершить любой поступок, любое злодеяние. И ничего за это не получить. Никакого наказания. Нет никакой сдерживающей силы. Нет никакого правительства, которое бы удерживало зло, даже небольшое. И ничего не существует внутри человека, чтобы захотело удержать зло. Где каждый живет в страхе. И даже сильные живут в страхе. Посмотрите на диктаторов современных. Они живут в страхе. Они берут то, что хотят от своего народа. Но они как паранойя у них. Или на криминальных преступников. Посмотрите. Они думают, что могут взять все, что захотят. Но они живут в страхе. Все, что у них есть, может уйти в минуту. Новый преступник, который хочет стать крупным. Его пристрелят. Одна пуля в верном месте. И конец. И Бог говорит, уничтожу всякую плоть. И говорит, делай ковчег. Это 450 футов длино. Это 300 метров. Нет, не 300 метров. Это почти 150 метров. Примерно 150 метров в длину. 50 в ширину. 10-12 в высоту. То есть, мог вместить ковчег сотни вагонов поезда. Вы бы спросили, как можно вместить по 2 особи каждого вида животного? Там не говорится, что 2 особи каждого взрослого животного. Поэтому не обязательно надо было брать жирафов по 6 метров. 3 этажа. Я читал литературу. Проанализировав вместимость этого ковчега. И что, в принципе, можно было вместить 2 особи каждого вида. Это вполне возможно. И представьте себе веру Ноя. Годами, годами строит этот огромный ковчег. Он строит ковчег, который никому не надо. Я строю ковчег, потому что потоп будет. Я имею в виду. Если бы они были невероятные асайлумы в то время. Вновь? Невероятные асайлумы. Хоспиталы для психически болезни. Они бы туда Ноя отослали. Но год за годом он строит ковчег. В конце концов, время покаяния уже истекло. Люди не покаялись. Бог приводит животных к Ною, вводит их к ковчегу. Мне нравится очень один стих. Что Бог закрыл дверь ковчега. Что это значит? Что это не для нас. Чтобы сказать о ком-либо. Что нет никакой надежды спасения этого человека. Только Бог один знает, когда завершается время покаяния. И когда закрывается дверь. И в этом мире существуют очень плохие люди, которые покаялись. Поэтому никогда нельзя сказать точно. Я не буду говорить о деталях всех потопа. Я хочу только обращать внимание на один аспект потопа. Как некоторые библейские критики говорят. Вот это был такой местный потоп. Потоп местного масштаба. Вот тигры и эфрат. У них как бы они вышли с берегов. Был ужасный потоп там. Поэтому та часть мира была уничтожена. Но в этом существует определенная проблема. Во-первых, не такой язык в Библии. Во-вторых, очень многие культуры по всему миру. В самых отдаленных местах мира. Южная Америка. Острова Южных морей. Азия. Все еще в их культуре остается память о потопе мирового масштаба. Я думаю, что вот это доказательство, вот что произошло. И вы можете и другие почитать книги о Библии и геологии. И также многие геологические феномены в мире также рассматривают потоп как причину всего этого. В конце восьмой главы. Они выходят из ковчега. И первое, что говорится в двадцатом стихе, Ноа строит алтарь Господу. И Бог говорит, «Больше никогда не проклянул землю из-за человека». Девять один. Благословил Бог Ноя, сынов его, сказал Он, «Владитесь, размножайтесь и наполняйте землю». И в третьем стихе. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень, равную даю вам все». Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Затем в шестом-седьмом стихах. «Кто прольет кровь человека, того кровь прольется рукой человека». И раввины, на основании этого, на основании девятой главы, «Выводят семь Ноевых законов». И Бог ожидает исполнения этих законов от всех народов, даже если у них нет полного откровения Торы. Затем он говорит, «Но, я заключаю мой завет с Тобой». «И больше никогда я не погублю всю плоть потопом». Конечно, мы читаем о том, что земля будет разрушена огнем. «Выбери свой яд, от какого будешь умирать». Пару лет назад я приобрел такую картину на Гавайи. «Острова Гавайи появились в результате вулканической деятельности». И там все еще есть действующие вулканы. Они не такие, которые взрываются лавой, но постепенно лава течет. И у меня есть картина этого отверстия вулкана. И с огнем лавы. Но над отверстием вулкана находится настоящая радуга. И я думаю, что радуга – это обетование Бога милости. И она находится над этой ямой огненной, ямой огня. И для меня это может проявлять следующее. Идея благости Бога. Но не будьте слишком предрассудными. Потому что те, у кого есть предрассудки, они живут в грехе. И их конец – это не радуга, а огонь. Знаете этот стих в Римлянам? «Благость и строгость Божия». Вот для меня это символизирует этот стих. Я только стал верующим, только веровал 37 лет назад. И первый раз, как только я увидел радугу, только прочтя эту историю, я увидел радугу в абсолютно новом свете. Восемнадцатый и девятнадцатый стихи. Теперь вся земля была заселена от Ноя и от его сыновей. Ноя начал возделывать землю, насадил виноградник. Выпил он вина и опьянил. В Писании говорится, «Выпей немного вина, но будь осторожен». «Слишком много выпьешь, сделай что-то глупое». Поэтому он лежит обнаженный в шедре своем. И хам увидел это. Его грех заключался не в том, что он увидел. Это было случайно, верно? Но вместо того, чтобы накрыть своего отца, он пошел и рассказал об этом. А другие братья взяли покрывало и подошли к нему и накрыли отца. Вот еще человеческая тенденция. Нам нравится сплетничать. Нам нравится говорить плохое о других людях. Когда кто-то сделает что-то плохое, нам нравится говорить об этом. И особенно, если это человеку власти. О, как это нам нравится. Иногда мы думаем, что это все набожно. Говорить гадли. Говорить о зле других людей. Они ведут себя так, как будто это все хорошо. Но их сердце в том, чтобы сплетничать и выставить в плохом свете другого человека. Но остальные два брата поступили верно. Они прикрыли поражение, неудачу своей власти. Помните, как Давид отрезал часть одежды, пояса Саула? Помните эту историю? И он сделал это, чтобы было доказательство, что он мог убить Саула. И он хотел показать Саула, что на самом деле он не пытался убить его. И Давид был праведным человеком. И когда он сделал это, это смутило Саула. И после этого говорится, что Саул плохо себя чувствовал. И мы так же должны чувствовать себя плохо, когда другие люди не покрыты. Ну а проснулся, узнал, что сделал его младший сын. Но он не говорит, что Курсед Ханаан. Он говорит, что Курсед Ханаан. В 25 стихе. Проклят Ханаан. Некоторые люди говорят, что это был способ, каким образом проклять Хана. И некоторые люди говорят, что на самом деле это был способ, каким образом проклять Хама. Хотя на самом деле проклятие было адресовано сыну Хама, Ханаану. И люди используют это исторически, чтобы оправдать рабовладельчество, когда были рабами чернокожие. И они говорят, что вот вы потомки Хама, и это их судьба, предназначение быть рабами. И когда другие делали их рабами, брали их в рабство, это Божья воля на то. Я не думаю, что это такой случай. Но я думаю, что основное проклятие упало на Ханаан. Они были люди, которые проживали в Ханаанской земле. И в конце концов настолько опустились, настолько делали зло, что Бог должен был их уничтожить. Благословен Господь Бог Сима, в 26 стих. И очевидно, что первоначально духовное благословение принадлежит Симу. И, конечно, Авраам происходит от Сима. Он говорит, что Бог распространит Бог Иофета. И это благословение. И Он в Селец, Он будет жить в шатрах Симовых. И некоторые люди интерпретируют это, что Он придется духовной властью. И если вы посмотрите на это исторически, если большинство европейских народов происходят от Иофета, и семитские народы происходят от Сима, то так и произошло. Поэтому вот так мы можем рассмотреть этот отрывок. В 10 главе описано развитие или происхождение других народов от Сима. Давайте посмотрим на 8 стих. Куш родил Немрода. Он начал быть силен на земле. Он был сильным лагерем перед Богом. Он был сильный зверолов пред Господом. И царство Его составляли Бавилон. И к этому мы еще возвращаемся. И обратите внимание на Немрода. И те первые города, которые он начал строить, был называемый Бавилон. Бавилон. Помните, как я говорил о законе первого упоминания? Первый раз, когда мы читаем даже о городе, указывает иногда даже на природу или будущее этого города. Одиннадцатая глава. Был один язык. Был один язык. И Бог сказал, что люди, чтобы скатерить всю землю. Где это? Ранее, в десятой главе, распространились народы по земле после потопа. И они говорят, давайте остановимся на этом. Давайте сделаем город. И строят они город из тех кирпичей, которых они, которые они изготовили. Затем они говорят, давайте построим город. И башню высотой до неба. Давайте сделаем себе имя. Так, в английской Библии, так, чтобы мы не рассеялись везде. Они все делают точно неправильно. Что же происходит? После вхождения греха в мир, человек растлился настолько плохо, настолько, насколько возможно, отворачивается от Бога сразу же. И затем суд должен прийти на землю. И Бог начинает все заново. Он благословляет Ноя, его потомков. И говорит им, чтобы они рассеялись, размножились, обладали всей землей. И они говорят, нет. Мы не хотим рассеяться. Мы хотим себе сделать имя. Мы не заинтересованы в имени Бога. Мы построим город. И башню, вершина, которая достигнет неба. Это не означает, что если бы они достаточно только изготовили кирпичей, и смогли бы достать небес. То, что они будут... То, что они будут... Первоначальное значение не достать небес, а изучать небеса, изучать звезды, планеты. Вот откуда появляется астрономия. Но не только научная астрономия. Стало началом астрологии. Астрология — это попытка понять мир. Без Бога Израиля. Это попытка понять, что мне делать со своей жизнью. Без того, чтобы полагаться и доверять Богу Израиля. Без Его Слова. И без молитвы. И что это может нам сказать о Вавилоне? Вавил, 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 Вавил. Который позже назван Вавилон. Что это символизирует? Это символизирует попытку человека отделиться от Бога. Также этот город был построен Немродом. Он — великий муж. У него есть царство. Не просто один город. Множество городов. Он хочет править всем. И что символизирует Вавилон? Вавилон символизирует бунтарство против Бога. И попытку человека объединить политическую и религиозную власть. И что окончательно оскверняет Бога. И исторически это пытаются делать народы. То, что пытались сделать коммунисты. Можно сказать, что это была Вавилонская система. Потому что коммунизм — это не только политическая теория. Это также была и религиозная теория. способ объяснения всего в жизни. С помощью такой системы, которая оставила Бога вне. И государство стало Богом. По крайней мере, теоретически. Ну, коммунистические лидеры знали, что они были богами. Но это то, что вы можете увидеть исторически. И когда вы читаете о Вавилоне в книге Откровения, то вот о чем здесь говорится. Это понятно? Это не только то место, где находился этот город. Это окончательная попытка человека создать систему, которая оставит Бога вне и соединит всех людей вместе. И в конце концов Будет один человек, одна личность во главе. И этим человеком станет Антихрист. И вся мировая ситуация идет в этом направлении сейчас. Мир становится более и более светским. Кроме исламского мира. Который становится более религиозным. И исламский мир, который хочет идти войной против Запада. И в конце концов проблема терроризма будет существовать в каждом народе. Израиль будет рассмотрен как большая проблема. И будет создана политико-религиозная система, которая попытается контролировать все человечество. И которая может, предполагаемо, должна решать все проблемы человечества. Пару дней назад мы смотрели телевизор в Кишиневе. Представители всех религий. Которые идут под главенство Европейского Союза. И должны ответить на вопрос, как же нам всем жить вместе. Вот куда мы идем. Мы направляемся в Вавилон. Возможно, в русском есть такая пословица, как у нас в Америке. Чем больше все меняется, тем больше все остается одинаковым. Еще пять минут, и я завершу. И поэтому Бог видит эту попытку полного контроля. И говорится, что Он смешал языки. И подумайте об этом. Только подумайте, как бы замечательно было, если бы все говорили на одном языке, и все понимали друг друга. И настолько, насколько Татьяна замечательный человек, и делает хорошую работу. И мы все бы говорили на одном языке. То есть, все бы говорили на одном языке, и все бы понимали. Поэтому это как будто проклятие. Но это такое проклятие, которое стало благословением. Потому что если бы Бог не остановил это, то все начало бы ухудшаться намного больше и намного быстрее. И что говорит Бог? Если мы не остановим это сейчас, то ничто из того, что они задумали, все, что они задумали, они сделают. Человеческое знание удваивается за определенный период времени. Ранее занимало примерно столетия, для того, чтобы человеческое знание удвоилось. А затем это время сократилось до десятилетий. А теперь человеческое знание удваивается каждые два-три года. Мы клонируем. И сейчас мы работаем, мы разрабатываем, как клонировать людей. Мы открыли человеческий ген. Каким образом работает ДНК. Мы можем попасть внутри утробы. И исправить любые проблемы с рождаемостью. Хочешь ребенка с голубыми глазами? Хорошо, сделаем голубые глаза. Хочешь, чтобы твои дети были два метра роста? И все, что человек может сделать, он это сделает. И это произойдет. Человеческие создания утеряли смысл, утеряли идею. Идею того, что над ними еще существует какая-то власть. Мы окончательная, последняя инстанция. Мы сделаем то, что мы можем сделать. И куда же это приведет? Как во времена Ишуа, времена были настолько плохими, что если Бог не сократит время, сверхъестественно, то вся плоть, она уничтожит себя. Затем, когда человек будет уже почти готов увидеть, ну, хорошо, мы на самом деле нуждаемся в Боге, да. Тогда Бог вторгается и спасает человечество. Окей, это все для сегодня. Увидимся завтра.